Новая мода, новые ритмы и усовершенствованные технологии сегодня позволяют нам расширить границы времени и пространства. Противники скажут, что мультимедийный контент обкрадывает воображение. Сторонники, что он и разжигает интерес к миру вокруг нас. Звенигородский манеж после долгих лет своего запустения вновь становится эпицентром культурной жизни не только города, но и всего Одинцовского округа. После появления этого прекрасного музея, вот реставрированным усилиями многих людей, благодаря инициативам, энтузиазму и Одинцовской администрации, и вообще нескольких поколений, я бы сказала, звенигородцев, вот это старейшее каменное здание Звенигорода, оно, наконец, обрело свое лицо. Построенный в 19 веке манеж является одним из старейших зданий Звенигорода. С 1860 по 1894 годы объект культурного наследия не использовался по назначению и находился в аварийном состоянии. В советское время здесь располагался двухзальный кинотеатр. Позднее здание передали Звенигородскому историко-архитектурному и художественному музею. Долгие годы манеж олицетворял упадок Звенигорода. Теперь он станет одним из символов возрождения города. Сохраняя эти объекты, мы также сохраняем эту местность, эти уникальные исторические места, которые являются залогом непрерывной исторической памяти для всех нас. К процессу воссоздания музейного пространства подошли с особым вниманием. За неимением большого количества первоначальных данных, задача архитекторов сводилась к тому, чтобы максимально сохранить элементы старины, уделяя внимание каждому фрагменту здания. Оригинальные решетки на окнах старинные, полукруглые люна, над всеми дверями, над воротами, можете увидеть такие полукруглые чудесные окна, которых вообще никто не знал, что они тут есть. И когда они за слоями штукатурки, за флером советского кинотеатра, который здесь был, за руинами, которые здесь впоследствии были, когда вот это все расчищалось, вдруг нашлось, что это здание какой-то небесной красоты и само по себе вообще держит весь центр Звенигорода. Обновленное выставочное пространство встречает гостей экспозиции «Звенигород. От земли до неба». Это яркое сочетание исторического наследия и мультимедийных технологий. Уже сегодня стены музея хранят ценные артефакты, уникальные фрески XV века, вооружение, предметы быта и многое другое. Так по кусочкам и изображениям удалось воссоздать уникальный колокол, неотъемлемую часть истории Звенигорода, отлитый при царе Алексея Михайловича. И впервые за все это время, благодаря современным исследованиям, современным средствам техническим, мы этот колокол восстановили, восстановили в его абсолютную величину. И вы увидите, что туда как раз монтирован тот самый подлинный кусочек колокола, благодаря которому все узнали теперь, как его выглядело. Совместными усилиями удалось воссоздать такое место, где каждый гость будет чувствовать себя частью исторического пространства. И всякий раз, отправляясь в путешествие во времени, люди всех возрастов станут воспринимать этот поход с легкостью, а не как скучный назидательный рассказ. 8 марта современная краеведческая экспозиция Звенигородского манежа откроется для всех желающих. Впереди у музея большие планы. Уже совсем скоро, так как площадка может принимать совершенно федеральные музеи, у нас уже в августе откроются большие проекты, серия проектов с русским музеем, где будут представлены выставки русских художников. И это серия, которая позволит еще больше привлечь посетителей в Звенигород. Елена Краева, телекомпания Одинцова.